Порадовать всем привет, порадовать меня вас нечем, как себя впрочем. Для меня эта неделя просто последняя вылилась адом, кошмаром. Мне сделали третью химию, состояние у меня было просто ложись и умирай, мне было плохо, но несмотря на это мы вытягивали Боню, которая хозяйская была, но у людей не было лечения и потом они предложили ее усыпить. Боню поставили энтерит, скорее всего я принесла на себе его, у меня болеют щенки, я все это время совмещаю работу, свою странную болезнь и лечение щенков. Одного мы прокапали в клинике, мы прокапали Боню, на все это ушло порядком 15 тысяч. Также я покупаю лекарства, чтобы этих вытянуть. Нам не удалось спасти Симу, Сима у нас сгорела меньше чем за сутки, несмотря ни на что, чтобы мы не делали. Симу у нас больше нет. Сейчас у нас тяжело болеет дочь, это мужчинок, так пока зовем, Илана. Еще двое, мне не нравится, но колем. Очень много ушло на лекарства, это были последние деньги, не на что рассчитываться за мясо, за дом, не на что покупать солому, не на что покупать крупы. Все были планы и все, что было, просто полетело к черту, полетело по той причине, что, ребят, это, конечно, моя вина, я себя буду винить во всем этом. Но, как всегда, все упирается просто тупо в деньги, то есть большое скопление животных, и я думаю, что в каждом привите это происходит, кто-то об этом говорит, кто-то не говорит. Там, где есть скопление животных, есть опасность. И, то есть, почему я всегда прошу на стерилизацию, на вакцинацию, хотя на это мало откликов, потому что это все приводит к таким печальным последствиям. Ты, получается, крутишься, как белка в колесе, и что бы ты ни делал, пока одно закрываешь, тут открывается второе, третье, четвертое. И то есть сейчас реально такая ситуация, что они на наших руках, денег сейчас нет, потому что все, что там есть, мы уже, в принципе, отдали и отдаем за лекарства. Просто есть только тупо долги, да я хоть кофе попью. Сегодня опять же откапалось, потому что плохо, езжу на капельницы каждый день. Сейчас буду колоть девчонок, ну, колю девчонок, промою им кишечник, полечу на работу, вечером будет то же самое. Я говорю, что это просто замкнутый круг, бег, как белка в колесе, и что бы ты ни делал, все, простите, через жопу. Не надо писать мне про поддержку от государства, нашему государству, простите, пох. Потому что куда бы мы ни обращались, сколько бы мы ни обращались, к блогерам, ко всем, ну, это либо деньги за рекламу, ну, либо тупо игнор. Ну, видно, что просто красивые фото выставлять и иметь кучу подписчиков, это лучше, чем заниматься каким-то добрым делом. К сожалению, эта проблема будет, и я давно уже не строю иллюзии, потому что она как была, так и будет, потому что очень многим людям на это плевать. Они как продолжали выкидывать, так и выкидывают. Еще за эти дни, когда мне болеют щенки, меня люди не слышат, они мне звонят и говорят, я нашла 11 щенков, возьмите, вы приют, вы обязаны. Да никому я ничем не обязана, я обязана своим собакам. Человек меня даже не слышит, что у меня гибнут щенки на руках, и что я просто тупо, я уже не знаю. Теперь мы никогда, ну, как никогда, мы не сможем взять щенков, и я больше не возьму щенков, потому что я не хочу никому хоронить. Я сделаю все, что от меня зависит, и больше, чтобы эти выкарабкались. Одного мы уже... Боня у нас на поправке, она пока на временной передержке. Один тоже здесь сынок на поправке у нас пошел на поправку. Сейчас вот нам нужно вытянуть у нас... Лана и дочь, они тяжелые. У меня на нервной почве просто уже и очешусь, у меня вон экземы пошли, чтобы, ну, все понимали, что это не так просто, и это не так, что случилось, отряхнулся и пошел дальше. Нет, тебе, мне с этим жить. Но скрывать я не вижу смысла, потому что эта проблема есть, и если бы хватало на все средств, да, как бы я умом понимаю, я это все знаю, что нужно вакцинировать, ну, всегда все упирается просто в эти бумажки. Вот эти вот сраные бумажки, простите, стоят жизни ни в чем не повинным детям, которые так прошли. Я всегда... Я еще раз повторю себя, это есть везде. Сейчас мы просто в том положении, что больные щенки на руках, денег нет, у нас долг за мясо 10 тысяч, нам нужно кошкам заказывать корм. Это порядка 8 тысяч. Нам нужно оплачивать дом, это порядка 10 тысяч. И к Новому году хотя бы я не прошу там что-то сверхъестественное, нам нужно закупить еще мясо и крупу, чтобы в новогодние праздники у них, простите, было что поесть. Неправильно вот эти вот приоритеты, то, что я выставляю, что самое главное, чтобы были сытые, но тут не хватает на это, и все это приводит вот, ну, все, как всегда, в общем, через жопу. В общем, ни от кого я ничего скрывать не буду, ситуация такая, какая она есть, и она просто тупиковая. Я не знаю уже, где взять средства и что мне делать. Сейчас пойду колоть, покажу их. С 8 числа сегодня, 15, 15 декабря, да, я совмещаю работу, больницы. В понедельник какого? 13 числа я лежала пластом, я думала, что я сама просто злобну, кое-как нашла в себе силы под вечер, приползла, уколола щенков. Я не знаю, как быть и где брать средства, у меня вся надежда только на вас. Я пойму, если вы осудите, но я делаю все, что могу, просто все упирается в деньги и всегда не хватает. В нашем городе, как бы мы ни пытались, там даже подали на официальный приют, но никто не хочет откликаться, потому что всем, простите, похорен. Если кому интересно, колю метаклопромид, сейчас это противорвотный, циклоферон противовирусный, и тамзилат, кровоостанавливающий. Это сейчас с утра, сейчас будем промывать марганцовкой, раствором кишечник, убирать все, что там скапливается, плохое. Вечером у нас сыворотка, два вида антибиотика, кишечные направленности и общий. Ну и также тамзилат. Противорвотный, метаклопромид. Брысь отсюда. Сейчас поеду, надо опять где-то найти денег. Вот, купила 5 ампулу циклоферона 500 рублей. Я их уже сколола. Надо дней 5 хотя бы поколоть. То есть это порядка 2,5 тысяч. Я сейчас как... Это что такое? Я сюда кто звал? Любопытная морда. Клубочек. Да это не игрушки, дети. Давай, дочь. Это не смертная морда. Да. Как? Это не смертная морда. Я не могу. Двое. Я не могу. Я не могу. Я Hum. прокололи еще всех кто в зоне риска сывороткой марик несмотря на то что у него есть вакцинация тоже проколол он у него одна вакцина на вторую мы опоздали не было денег сейчас мы заказали глистогонку потому что непонятно что это такая дрянь что может быть от глистов хотя каждые два месяца я стабильно глистогоню разговаривали ранее то есть препараты некоторые не срабатывают они тоже с мусорки привезла щенков глистогонила их 6 раз глисты как были так и были то есть я не знаю либо поделка препаратов либо глисты как-то адаптировались есть такое чего погода всему благоприятствует этому вот сейчас пойдем промывать кишечники сниму поставлю как-нибудь камеру с какого-нибудь ракурса вблизи это показывать не буду ну ладно это никак не ну вот ребят время вечер пришла после работы сейчас будем колоть двоих я уже уколола сейчас еще троих вот пять ампул одна ампула стоит 87 рублей купили циклоферон упаковка 415 рублей 66 копеек купили 5 упаковок вот у нас 5 больных щенков это на 5 дней нам мне завели карту сделали скидку получилось 180 рублей 800 тут еще шприцы растворы в общем очень много шприцов уходят очень много купили без средства чтобы обрабатывать ну как то что я могла взять на работе я еще не оплатила так что вот так все это тяжело но нужно пытаться нужно они самое важное их нужно спасать не хватило денег не хватило я не знаю я не готова больше никого терять буду бороться до последнего если нужно будет сидеть на буду начать сидеть 24 часа на 7 отказываясь от полностью от себя ну что выбирая между ними и собой я выберу их всегда пусть это для кого-то покажется глупо но для меня нереально смысл моей жизни потому что видеть когда они болеют это очень тяжело а все тупо привело к тому что не хватает денежных знаков в нашей жизни хватает просто тупо средств на все и это обидно ну вот ребят мы еще продолжаем колоть их нам еще предстоит кишечники двоим тяжелым толь подай серого серый ты че тоже залебалась но он не пойдет возьми его на руки переверни пока другой стороной сюда сюда да вот так их сейчас не тошнит нет пока строишь не видишь ну пока строишь не видишь нет боятся вставляю уже во флаконы иголку потому что периодически приходится сюда сюда их не возить иногда забываю выдергиваю вот колю два антибиотика уже потому что ребят на клинику от каждого откатываются ну по тысяче рублей за каждого отдавать по полторы денег нет это ланя сейчас да все я пообещала что если она выкарабкается никому ее нет да она будет только моя девочка даже разрешила ей срать где хочет даже может быть не воспитывая девочка на сколько это все ужасно просто тупо из-за каких-то не знаю что сказать конечно же я виновата в этом все это моя вина ну вот ребят время до второго Толик смотрел вот такую лежанку для них у нас этот сынок болеет ночи болеет вот тот сынок болеет сейчас мы еще настелим его изъял сейчас смотри на него Толь убери пожалуйста не грузи в общем ребят пока я убиралась на моих глазах не стала дочь что вроде в общем не умеет умер мой ребенок и умер мой ребенок Сера уйди я могу понять за что мне все это зачем за что не стало моей девочки моя девочка нашла свой рай она ушла по радуге на меня дождалась на моих руках моя вина надо было как-то найти там большую работу или что-то сделать что привить что вы понимали мне с этим жить я во всем виновата сука лично не хватка денег я закруто понял кого это тяжело я не буду скрываться ни для кого они для тех кто поддержит и для тех кто осудит я знаю что я мало кто любит скрывать я ничего не буду там у меня ингрид да выхватанули за нехватки денег потому что не смогли привить вовремя с этим жить мне не кого-то я не знаю что сказать на самом деле Первая волна прошла уже Истерики, отрицания Да, вот так бывает Просто вот не хватает Я все понимаю, да, там, что должна быть санитарная зона Когда кого-то приносишь нового Ну, мы пока не... Я надеюсь, что когда-то будет приют Когда-то будет все по-нормальному Ты просто вот Хочешь спасти их Жертвуешь ими Здравия Я просто не знаю Я просто себя ненавижу За это все За эти детей Я не знаю, что сказать Я больше не могу просто все Я не хочу больше ничего Не просить Не заниматься чаром Я не знаю, что чувствую там Матери, теряющие детей У них нет Я знаю, что чувствую сейчас я Вообще-то больно На самом деле это вот Все печально Моя боль Я не хочу больше никому Никому этого не принять Никому реально не разделить Этого всего Все, простите Я не хочу больше не снимать Ладно, давай выздоровливай Я тебе никому не отдам Если выздоровеешь Я тебе никому не отдам Ты будешь моя Заходишь, можешь строить на диване Дочь Иди к дочке Чара Банка 100% Бесплатные снять Иди к дочке Дочь Следуй Ну Спасибо Ну Спасибо